В Израиле сегодня прошла новая демонстрация протеста выходцев из Эфиопии. Напомню, они обвиняют власти и полицию в дискриминации по расовому признаку. Руководство Израиля и лично премьер-министр Нетаньягу заявили о готовности принять экстренные меры для улучшения уровня жизни 120-тысячной общины эфиопских евреев. Однако выходцы из Африки в обещания власти уже не верят. На сегодняшней акции протеста в Тель-Авиве побывала съемочная группа Art.V.I. Репортаж Евгения Савы. Понедельник. Бульвар Ордшильда в самом центре Тель-Авива. Сотни полицейских и бойцов пограничной охраны занимают позиции. Оперативная задача – не допустить беспорядка во время очередной акции протеста выходцев из Эфиопии. Кадры двухнедельной давности, когда спокойный Тель-Авив в одночасье превратился в поле битвы, не должны повториться. В километре южне от полицейских собираются участники демонстрации. Их всего несколько сот человек. Поддержать выходцев из Эфиопии пришли и коренные израильтяне. Све один из таких говорит, что в Тель-Авив приехал ради будущего своих четверых детей и пятерых внуков. Государство Израиль обязано позаботиться о выходцах из Эфиопии. Мы должны понять, что только вместе мы сможем жить дальше. 30 лет этих людей никто не вспоминал. Пришло время исправить эту ошибку. Главный лозунг демонстрантов на Эверите звучит в рифму. Полицейский, применяющий силу, недостоин служить в полиции. И все это вот из-за этих кадров, на которых видно, как люди в форме избивают солдата эфиопского происхождения. Тоже, между прочим, в форме. К слову, инцидент был тщательно расследован. Полицейские, применившие силу, в органах больше не работают. Их лично уволил генеральный инспектор. Впрочем, с вердиктом они не согласны и намерены обратиться в суд. Дов Дотан, волонтер одной из общественных организаций, в прошлом военный летчик, уверен, что только путем диалога можно изменить ситуацию. Тяготы репатриации испытал на себе. В молодом возрасте он приехал в Израиль из Польши. Говорит, что добился всего сам, без какой-либо помощи со стороны государства. Может быть, мне пришлось пройти через все трудности, как выходцу из Эфиопии, только потому, что цвет кожи другой. Но поверьте, государство ничем сильно мне не помогло. Я всего добивался сам. Сегодня в Израиле проживает чуть более 120 тысяч выходцев из Эфиопии. Салехо Адга прибыл в страну почти 30 лет назад. Однако успешно абсорбироваться ему так и не удалось. По его словам, причина кроется в расовых предрассудках, которые есть в израильском обществе. Мы хотим, прежде всего, изменить сложившуюся реальность. Неважно, кто вы, где вы родились, какого цвета у вас кожа. Мы все израильтяне, и государство должно давать всем нам равные условия. Сегодняшняя акция в Тель-Авиве прошла мирно. Полицейские дубинки и машины-водометы остались без работы. Бульвар Тротшильда уже к вечеру вернулся к своей привычной жизни. А вот проблемы целой общины, похоже, так и останутся еще долго нерешенными. Несмотря на все обещания правительства исправить ситуацию, израильтяне и выходцы из Эфиопии говорят, что их борьба будет и далее продолжаться. До тех пор, пока Израиль станет нормальным государством. Евгений Сава, Владимир Саминский, Фим Кучук, РТВА, Тель-Авив.